Молодежный вопрос Минуты или полминуты расскажу Как я решил свой брачный вопрос Почему я это так сделаю Потому что, друзья Молодежь, это очень Индивидуально, очень индивидуально И если вы попытаетесь Где-то в чем-то подражать, это может Выглядеть очень косолапо, как минимум И может не получиться У вас, поэтому здесь нужно Каждому, наверное, свой метод Подобрать, я расскажу, конечно Как это было у меня, но Обязательно нужно сделать вступление Несколько советов хотел бы дать Совет Знаете, с чего бы я начал Я хочу, во-первых, вселить веру Веру в вас Во всех, что у вас у всех Есть равные шансы Иметь хорошую семью И от того, что Инициатива в руках братьев В вопросе брака Сестры, не думайте, что вы ущербны Совершенно никак Я скажу, что вам даже намного легче Намного легче Бог сказал, что нехорошо быть человеку одному Как братьям нехорошо быть одному Так и сестрам Одинаково И вы имеете равные шансы Но к этому нужно серьезно готовиться К браку нужно серьезно готовиться И вот эти мои советы Они будут именно направлены на подготовку к браку Почему-то кажется, что братья должны готовиться к браку А сестры не должны готовиться к семейной жизни Сестры должны чего-то ждать Это неправильно Я верю, что сестры должны Так же очень серьезно готовиться к браку Точно так же, как и братья Почему братья должны До пота, до боли, до крови Работать над тем, чтобы жениться Они должны Позаботиться о профессии Обязательно Вы бы хотели, чтобы жених был без профессии? Не хотели бы. Во-первых, он должен быть, это уже вторая профессия, во-первых, он должен быть священником в семье. Вы бы хотели, чтобы этот юноша проповедовал, правда? Конечно, хотели бы. Хотели бы, чтобы этот человек что-то умел делать, чтобы он подготовился к семейной жизни, хотя бы какое-то элементарное жилье. То есть, очень активно братья работают, а сестры? Сестры не должны работать. Есть главные вопросы, есть второстепенные. Ну, главные вопросы, мы все знаем, что это вопросы касаются души, касаются вопроса веры. Среди братьев входит, я вам скажу, такой сленг, простите за это слово, это молодежное слово, вы поймете. Когда говорят о ком-то, о юношах или о девицах, переспрашивают, а это верующий человек или нет. Речь идет о членах церкви. Ну, вот и братья между собой, когда говорят о каком-то человеке, потом переспрашивают верующий, то есть, понимает ли человек Бога. Я готовился к этому вопросу, настраивался морально, и я на молитве специально открыл глаза и внимательно посмотрел. Знаете, как выглядела молитва со стороны? Некоторые сестры вот так вот смотрели. Вот откройте глаза на следующей молитве, посмотрите, да. Другие сестры вот так в братские ряды смотрели. Ну, я сейчас касаюсь сестер, вы простите, мне удобнее говорить про сестер, потому что я брат. Но я обязательно скажу и про братьев. Некоторые жуют жвачку до сих пор, несмотря на то, что уже было сказано. Причем активно жуют жвачку. Не поворачивайтесь, не смотрите, потому что есть шансы покраснеть тем людям, которые жуют жвачку. И я вот думаю, о чем эти люди думают? Вот какой-то брат захочет даже подойти к сестре с серьезными намерениями, но он внимательно за ней будет следить на протяжении всего общения. И он поймет, что она как минимум несерьезная. Как минимум. То есть вы понимаете, что она не будет послушная в семье. Если она не послушная братьям, конечно же она не будет послушная в семье. То есть как вы урезаете свои шансы, сестры. Готовиться еще нужно вот как. Немножко больше. Провожая наших сестер на курсы в другое объединение. Я их собрал. Братьев в сторону отвел. Ну, с сестрами особый разговор, потому что у сестер увеличиваются шансы на замужество, когда они едут на курсы. Это не секрет. И поэтому я их собрал и говорю, сестры, будьте благоразумными. Ну, вот вы приезжайте в другое объединение. В каждом объединении есть свои особенности. Пожалуйста, будьте внимательны. И постарайтесь принять особенности этого объединения, этой культуры, этой церкви. Это прилично. Уважать то общество, в которое вы приезжаете. Одна мне сестра говорит, нужно быть сама собой. Я говорю, ну и останешься сама собой. Если ты хочешь быть сама собой. Нормально, когда воспитана сестра в угождении. Вот посмотрите, Елиезер, старый дедушка, поехал выбирать невесту для своего господина Исаака. И вот он приехал. Знаете, зачем наблюдал этот вот старый дед? Он не знал, богатая она, небогатая. Он не знал, послушная она, непослушная. Он очень многого не знал. Но когда вот эта девица с кувшином пошла, с кувшином воды, а он ее окликнул и говорит, дай мне попить. Она говорит, я не только дам попить, я еще верблю дам твоим начерпаю. Знаете, что интересно? Что вот эта вот девица простому деду, иностранцу решила послужить. Не имея никаких совершенно видов на перспективу. Никаких. Это в ней было заложено желание угодить, желание послужить. Это ценнейшее качество, которым должны обладать сестры. За этим внимательно наблюдают. Ну, я говорил, что есть главный вопрос, есть второстепенный. Но часто из второстепенных вопросов собирается какое-то мнение. Ну, говоря еще о главных я скажу, потом перейду ко второстепенным. Есть два главных принципа в вопросе брака. Касаются одинаково братьев и сестер. Первый, важнейший принцип, должны быть в Господе, то есть должны быть верующими, настоящими верующими. Должны поститься, уметь, должны молиться. И нередко брат звонит в обед проверить в пятницу сестричку, в посте она или не в посте. Просто решил проверить, умеет ли сестра поститься. Или ей вообще незнакомо такое слово, как воздержание. Бывают другие какие-то моменты. Приходят братья, ну ладно, я об этом еще чуть-чуть попозже скажу. Это то, что мне братья говорят, как они наблюдают. Они же хотят завести семью, и это очень серьезное мероприятие. Так вот, первый важный принцип, должны быть в Господе. Должны быть верующие люди, люди, понимающие Бога. Второй, тоже такой же важный принцип, это вопрос соответствия. Написано, что Бог сотворил Еву, соответственно, Адаму. В чем должно быть соответствие? Во-первых, друзья, я сейчас как бы на второй план ставлю вопрос внешности, вопрос, ну вот этих вот деталей соответствия, рост, возраст. Для меня это не настолько важно. Для меня самый важный вопрос, это соответствие интеллекта или соответствие коэффициента IQ. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Это очень важно. Почему? Потому что, если мужу с женой неинтересно, если для того, чтобы они комфортно себя чувствовали, им нужен третий человек, то это семья несостоявшаяся. Я своей жене очень часто говорю, спасибо, что ты вышла за меня замуж. Очень часто эти слова говорю. А Богу говорю, Господи, спасибо тебе за то, что ты мне такой подарок подарил. Вот прям, знаете, вот как шестеренки сошлись, вот так вот Бог мне подарил жену, которая точно-точно совпала моим требованиям или же моим интересам. И сказать, что я сильно выбирал, наверное, не так было. Было больше. Какое-то вот соответствие я увидел сразу. Мне нужно было в Германию съездить, это было не так давно, в Германию по служению. И мне удобно было на машине съездить, нам недалеко, в 2000 километров в одну сторону. И я ей предложил, я один должен был ехать, говорю, давай съездим со мной, детей найдем, на кого оставить. Ну, я по своей наивности в дорогу взял штук 50 дисков с песнями, с проповедями, с беседами. Вы верите, я ни одного диска не вставил в дисковод. Ни одного. Мы проехали 5000 километров за неделю. Она тоже, она водит машину хорошо, я бывает посплю чуть-чуть. Ночью обычно я ехал, а вот утром мне чуть поспать, она мне давала покой. Вот, когда она ехала за рулем, а потом, а потом у нас опять общение часами, днями и всю неделю проходило. И я еще раз увидел вот это соответствие, которое произошло именно на душевном и интеллектуальном уровне. Это очень важно. Подготовка должна проходить на всех уровнях. Сестры, да не секрет, скажу, что братья, приходя в дом, они часто заходят просто в кухню, заглянуть в раковину. Они часто заходят в ванну, заглянуть в унитаз. Это тоже мелочи, как будто бы, но из этих мелочей складывается впечатление. И бывает, как будто бы по важным вопросам совпадает, а вот по мелочам, или же грязь под ногтями, или жирные волосы, или еще что-то. И это очень отталкивает. Оказалось бы, мелочь. Может быть, кому-то просто нужно поссориться с холодильником. Вот и все. Не так много нужно. И это очень много поможет. Очень во многом поможет решить ваш вопрос. То есть, некоторые мелочи, но они влияют. Влияют эти мелочи. Один мыслитель сказал так. Ты когда идешь на рыбалку, ты же на крючок нанизываешь не то, что нравится тебе, а то, что нравится рыбке. Правда? Да никогда бы мы этого червяб не нанизали. Кому вообще он нравится? Это же его неприятно в руках держать. Но делаем, потому что это рыбке нравится. И вот эта вот способность угождать, она должна прививаться в семье. Дети должны учиться этому с раннего, с раннего детства. Еще один момент. Бог создал мужчин суровых, хмурых. Потому что, ну, они должны выдерживать всю нагрузку. И это не секрет. Даже в Библии написано. Мужья, не будьте суровыми. Про жем такое не написано. Но почему-то иногда бывает настолько пасмурные сестры, что вот и вроде бы все хорошо. Но привезти в дом такую тучу, и так жизнь унылая. Я не говорю о каких-то хохотушках. Я говорю о каком-то добром, приятном расположении. Что должна создавать комфорт сестра. В ее присутствии должно быть приятно. Она не должна быть какой-то капризной, чересчур требовательной. То есть над этим нужно сестры работать. И скажу вам секрет, что вот таких сестер ищут. Ищут. И ищут много братьев, которые серьезно над собой работают. Которые поработают в кухне, чтобы они хорошо умели готовить. Не секрет, что путь к сердцу мужчины лежит часто через желудок. Говорят так, нужно поработать над своим интеллектом. Книжечек хотя бы два-три десятка почитать. Ну, немножечко-немножечко развиться. Один брат ко мне подходит, говорит, ну вот я хочу жениться. Я смотрю на вот эту вот девушку, ну как будто бы во всем подходит мне. Но я переживаю. Я уйду на работу. Она будет моих детей воспитывать. Но если она кроме зеркала и причесок пока ничего другого не знает, я не увидел. Я не услышал ее молитву нормальную. Я не услышал никаких рассуждений. Я не услышал, как она мыслит. Ну, я вижу только ее перед зеркалом и это вот телефон или еще что-то. Ну, конечно же, но она красивая, да. Ну, все как будто бы у нее есть. Но он сказал, не пойдет, не пойдет. Она думает, что ей еще нужно чуть-чуть или похудеть, или еще нужно какие-то кофточки сменить. Да не это нужно. А нужно серьезно поработать над вот такими как бы мелочами. А из этих мелочей складывается много. Ладно, я до братьев не дошел, простите. Время вышло. Я только расскажу коротко, как я сделал предложение своей жене. Ну, я думаю, сестры, я хоть чем-то вам помог. Какую-то надежду вселил в ваше сердце. Я знаю точно, что все вы имеете равные шансы. И скажу вам еще, поверьте, поверьте мне, как уже человеку достаточно взрослому, что Бог некрасивых сестер не создавал. Вот все сестры красивы до одной. Другой вопрос, что есть разные вкусы. Кому-то нравится круглолицые, кому-то нравится с овальным лицом, кому-то нравятся черные, кому-то нравятся белые, кому-то нравятся высокие, кому-то нравятся низкие. И вот Бог создал на любой вкус и цвет, но всех красивых. Поэтому не заботьтесь чрезмерно о физической красоте. Вас Бог создал красивыми. Позаботьтесь о духовной красоте, о внутренней красоте. Потому что на ваш вкус Бог предусмотрел и со стороны братьев вот эту потребность. Но вам нужно вот другое подтянуть в том, в чем вы сильны. И вот в этом вы должны поработать. Принимайте, сестры, совет. И точно говорю вам, точно, что результаты будут очень хорошие. Пройдет время, вы будете вспоминать. А будете капризы свои показывать. К сожалению, вот так будет. Как я сделал предложение своей жене? Во-первых, скажу, что я с ней был очень хорошо знаком. Мы с ней в молодежи прожили 6 лет вместе. В одной молодежи. Моя невеста с моей молодежи. И вот мы с ней много ездили в поездки. В одном оркестре играли. Мы вместе были у Ромы Тулюпы на свадьбе. Потому что Рома, она невеста с моей молодежи. Она с Кишинева, Лиля. И вот мы оркестром ездили на свадьбу. После этого недельное благовестие, двухнедельное. И она очень активно участвовала в церковной жизни. И я ее знал не понаслышке. Я ее знал и в экстремальных условиях, и в бурях, и в турбулентности, в самолете. Я знал ее и на кухне, и при форс-мажорных обстоятельствах. То есть я ее знал очень хорошо. И она меня хорошо знала. И вот это соединение на уровне духа произошло. У нас взгляды были одинаковые. На уровне души она меня во всем устраивала. И мне побеседовать с сестрой из молодежи, это как бы не составляло никакого труда, потому что я имел какую-то официальную должность в молодежи. И у нас молодежь была большая, 120 человек в церкви. И поэтому беседа с сестрой из молодежи, это было нормальное явление. В молитвенном доме удинились и побеседовали. Ну, конечно, ну, и я как бы не боялся общения с сестрами. И когда мне пришел час делать предложение, я ее вызвал на беседу, говорю, мне нужно с тобой пообщаться. Ну, она как по обыкновению пришла на беседу с братом, у которого есть что сказать. А я с ней не раз беседовал по разным церковным вопросам, какие-то поручения давал. И другим сестрами третьим, поэтому оно проходило в естественном стиле. Но когда я с ней встретился, я так сел недалеко от нее, и ей на колено положил руку. Она свою руку положила в мою. Я спрашиваю, да? Она говорит, да. Все.